Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Саргалана Захарова. Игры не будет! Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 российских спортсменов, подавших иск на решение МОК о недопуске их на Олимпиаду. По словам генсекретаря организации, в ходе работы не было обнаружено дискриминации или несправедливости по отношению к российским спортсменам. Арбитры КАС оценили процесс, созданный МОК для приглашения олимпийских спортсменов из России. Хотя Олимпийский комитет России временно отстранен, МОК дал возможность спортсменам выступать на особых условиях. Этот процесс был создан в интересах отдельных спортсменов и борьбы с допингом. Арбитры посчитали, что спортсмены не смогли доказать присутствие нарушений в выдаче приглашений. Мы не обнаружили дискриминации или несправедливости, сказал генеральный секретарь КАС Мэтью Риб. С пониманием к решению отнесся вице-премьер Виталий Мутко. Он заявил, что решение спортивного арбитража не могло быть другим из-за процедуры приглашения спортсменов в Международный Олимпийский комитет. Он отметил, что процедура оспаривания таких дел крайне сложна, но это не умаляет при скорбной ситуации. Сборная России лишилась таких сильных спортсменов, как шорт-трекист Виктор Анн, лыжник Сергей Устюков, биатлонист Антон Шипулин. Но для остальных членов сборной России соревнования уже начались. Сегодня карлингисты провели четвертый предварительный раунд кругового турнира в дисциплине дабл-микс. Парой в составе Анастасии Брызгаловой и Александром Крушельницким со счетом 6-5 были обыграны соперники из Китая. Для наших спортсменов эта победа стала третьей подряд при одном поражении. Ранее россияне выигрывали у команд Норвегии и Финляндии, уступив только в первом матче американцам. В турнире по керлингу в дабл-миксте выступают 8 команд, которые проведут по круговой системе по 7 матчей в предварительном раунде. По его итогам, 4 лучшие команды пройдут в полуфинал. Турнир смешанных пар завершится во вторник, 13 февраля. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место среди пар на командном турнире Олимпийских игр. Россияне набрали 80,92 балла. Это лучший показатель пары в текущем сезоне. Второе место с результатом 76,57 балла заняли представители Канады Меган Дюхамель и Эрик Редфорд. Тройку лидеров замкнули Алена Савченко и Бруно Массот из Германии. Их выступление оценили на 75,36 балла. После двух этапов командного турнира по фигурному катанию сборная России с 13 очками делит с Японией третье место. На второй позиции идет команда США с 14 пунктами. А лидер своего представителей Канады в эффективе 17 очков. Отличный старт играм дали и фристайлисты из России. Александр Смышляев показал в первой квалификации Могола второй результат и напрямую вышел финал олимпийского турнира. Смышляев набрал 83,93 балла, уступив лишь Канадцу Микаэлю Кингсбори. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Рейхард из Казахстана. По итогам первой квалификации в финал выходят 10 лучших и еще 10 спортсменов отберут в финал по результатам второй квалификации. А на свою очередь и этап финала в мужском Могуле пройдут 12 февраля. А на улице Пхенчхана уже праздничная атмосфера. Все готовятся к церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее. Находится и наш корреспондент. Привет из Пхенчхана, города, который сегодня принимает зимнюю Олимпиаду. Здесь царит праздничная атмосфера, много туристов со всех концов света. Погода радует, солнечно и тепло. Мы видим много российских болельщиков, хоть и запретили российскую символику. Надеюсь, у наших спортсменов поддержки будет достаточно. Мы ждем открытия. Корейцы обещают грандиозное зрелище. Привет россиянам и якутянам из Кореи! Россия вперед! Якутский борец вольного стиля Нюргун Скрябин, выступающий в качестве легионера за сборную Белоруссии, вышел в финал международного турнира Кубок Тахти. Соревнование проходит в иранском городе Тибризе. В квалификации уроженец Мегина-Кангаласского района в сухую выиграл Ельчина Валиева из Азербайджана. В одной восьмой финала Скрябин по итогам упорной борьбы со счетом 10-7 победил призера первенства мира среди молодежи Парвиза Ибрагимова. Затем в четвертьфинале с разгромным счетом 10-1 одолел хозяина ковра Мохаммеда Малеки. В полуфинале якутский борец встретился с чемпионом Азии Сандипу Тамару из Индии. Победа неоспорима. Счет 10-1. Ну, вкладки-то у него были непростые. Соперники были хорошие. Как бы там вкладка 11-1 участникам Олимпиады это... Ну, у него получилось, наверное. До этого двух сильных азербайджанцев выиграл. В Иране борьба очень развитая, поэтому там любой иранец опасный. И при хорошей настройке у него сейчас он на кураже. Если все пойдет по плану, он успешно зарешит вкладку. Уже завтра в Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдет турнир по национальному многоборью Кубок чемпиона на призы семикратного победителя Игрдыгена Ивана Белолюбского. За право обладания заветным трофеем на ковре сойдутся восемь сильнейших борцов Якутии. Егор Филиппов, Николай Матананов, Джулустан Наговицын, Антон Тайтонов, Артем Варданян, Алексей Иванов, Леонид Филиппов и Иннокентий Миронов. Соревнования пройдут по семи национальным видам спорта, которые стали традиционными для Игрдыгена. Это такие, как стрельба из лука, якутская вертушка, прыжки, масс-ресли, хапсагай, бег и перетаскивание камня. Отмечу, что в этот же день состоятся проводы из большого спорта и самого Ивана Белолюбского. Турнир начнется в 12 дня. Начинают первый соревновательный день и якутские тхаквандисты. Они выступят на первенстве России среди юниоров. Соревнования проходят в городе Новочебоксарск. В них принимают участие более 600 спортсменов из 58 регионов страны. Якутию представит группа в составе трех спортсменов под руководством тренера Габриила Сивцева. За лавр первенства поборются воспитанники училища Олимпийского резерва Милан Ким, Алексей Зырянов и Евдокия Егорова. А соревнования продлится до 12 февраля. А прямо в эти минуты стало известно, что наш спортсмен Нюргун Скрябин одолел своего противника и выиграл золото международного турнира Кубок Тахте. Это были новости спорта. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова